Легендарный паровоз Лебедянка прибывает на перрон под звуки оркестра. В преддверии Дня Победы он привез тех, благодаря кому вся страна теперь отмечает этот праздник ветеранов Великой Отечественной. Алексей Водолазкин в годы войны служил танкистом. На фронт ушел в 43-м. Последний бой принял в Берлине. Мне не было еще по 17 лет, я уже защищал свою родину. Большое спасибо, что не забывают нам, нас, стариков. Ну не стариков, а молодые еще. На вокзале ретро-поезд встречали родственники ветеранов, студенты, работники железной дороги. Локомотив украшают Красная Звезда и Знамя Победы. Паровоз Лебедянка выпускался в Советском Союзе с 45-го по 55-е годы и был признан лучшим в стране. Тот, что привез ветеранов, до сих пор в хорошем состоянии. Его вес почти 170 тонн. Максимальная скорость достигает 80 километров в час. Ездит Лебедянка на угле и воде. Мы находимся в будке машиниста. Вот это топка, самое сердце локомотива. Сюда подбрасывают уголь на протяжении всего пути. Причем топить этот поезд можно чем угодно. Все, что горит, можно бросить в топку и он будет ехать. Управлять поездом у Олега Петрова в крови. Его отец тоже был машинистом. Говорит, работать на локомотивах прошлых лет во много раз сложнее. В тепловозе мы сидим, как говорится, никуда не ходим, ничего не делаем. А тут надо достаточно много сил прикладывать, чтобы провоз ехал быстро и нормально. Топка 6 квадратных метров, ее тоже надо уметь закидать, чтобы везде уголь равномерно бежал. И воду надо закачивать в котел. Труд прикладывается, да. По прибытии на вокзал ветераны отправились сначала на торжественный митинг, потом на праздничный концерт. А все желающие смогли заглянуть внутрь ретро-поезда и сделать фото на память. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.